Вы стояли, что ли? Я говорю, вы заболели? Лежите-то все время. Почему? В смысле? Я сижу, пол-лежу. Вы что? Господь с вами? Ну, я думаю, что заболели. Может, помощь какая нужна? Нет, ну почему вы сразу? То я заболел. Я наоборот не заболел. Ну, тут половина людей голые валяются-то. Надо обращаться в милицию. Кто раздел-то? Поймать воров надо. Каких воров? Мы пришли рассказать людям о великой милости Божией. Давай, тогда сядь, послушай. Что Христос умер за грехи людей и воскрес для нашего оправдания. Верующие в Него имеют жизнь вечную, а неверующие не увидят жизни, но гнев Божий пребывает на Нем. Как будто заговорили. Слушайте, а вы не сектант? А вот если вы маленько что-то думали бы, не пили, ни наркотики не принимали, вы бы сообразили сразу. Сектанты не крестятся. Это первое. С бородой не ходят. Второе. Третье. Вот я вам объясняю, что если бы вы нормально мыслили. Так я мусульманка. Да нет, мусульманки здесь никогда не будут. Я это хорошо знаю. У меня с мусульманами знакомство уже несколько десятилетий. А они умрут, но никогда не позволят, чтобы женщина здесь привлекала чужих мужчин. Для этого была. Никогда. Вы только не убегайте сразу. А они тут на русских женщинах пашут. А своих берегут, как зеницу ока. Да? Да. Если его сестра вот так тут придет, я спрашиваю, ты что будешь делать? Он сразу. А ему 16 лет. Зарыжу. Вот и весь сказ. Рамзан Кадыров говорит, как он с ней знакомился-то. На лестнице площадки один раз заметил, где-то она одна, и сразу к ней подбежал, сказал. Никогда. Потому что это даже для... Ну, даже нормально, неприлично. Для чего же здесь? Иисус, Спаситель наш, Он умер за наши грехи и зовет к покаянию. Воскрес для нашего оправдания. Прекрасный. Вы человек. Вот мы пришли в это место разврата и тьмы, горе и смерти, чтобы рассказать о любви Божией. Евангелие от Марка говорится, кто будет веровать и креститься, спасен будет, а кто не будет веровать, осужден будет. А, простите, а как вас зовут? Меня зовут Лапкин Игнатий Тихонович, Алтайский край, город Барнаул, 81-й год. Еще раз. Только вы из рук... Вот это уберите. Штуку эту уберите, чтобы... Лапкин Игнатий Тихонович. Игнатий Тихонович. Город Барнаул, Алтайский край. Мне 81-й год. Здрасте. Вот. Меня Саша зовут. Это значит защитник. Я иудей, и мне как-то это вот... А что иудей? Иудей разве не человек? Ему как раз и надо это, потому что... Конечно, человек. Знаете, Александр... Мне... Мне кресту не надо. Видишь, у меня мать... Апостол... Я вижу, вижу. У меня мать замечательная. Апостол Павел говорит так, говорит. Какое преимущество быть иудеем? Он говорит, во всех отношениях. Не курите, пожалуйста. Нам не положено разговаривать, когда человек сам себя убивает. Ну, я не убиваю. Я ж не убиваю. То есть вы вот эту вонючую траву, травку, дороже знакомства тянете? Послушайте, я себе сокращаю возможность болезни Альцгеймера. Ну, я прошу, ради беседы, отставьте... Что вы так раболепствуете? Ну, нет, не могу. Ну, нет, но жалко. Понятно. Сатана дороже, чем о Боге поговорить. Чего ты смеёшься-то? А почему? Да потому. Это только человек, который уже обдурманен это после Будуна, так говорит. Я вам такое... Так у меня станы-то нет. Нет? Почему делаете это? Убиваете то, что Бог сотворил. Так у меня нет станы. Сатаны нету. Качайте сторону в сторону. Вам никогда не дожить до моего возраста. Я не качаю. Я просто не хочу... Я лучше от рака умру, чем от Альцгеймера. Значит, вы ничего не желаете знать. Сами себя обманываете. А вы всё знаете. Я знаю. Я 57 лет несу это слово Божие. Евреям, мусульманам, христианам. А вы дышите этим дымом. Взрослый человек, с бородой, нормальный, нераздетый. Я думал, хоть поговорить можно. А он сам себя травит, сидит. А почему со мной поговорить нельзя? Нельзя, потому что вы вонючую траву дороже знакомства держите. Я сказал, не курите, пока поговорим. Но 5 минут, 10. Не могу. Раб греха. Я не могу. Но вот я закурил за час. Ну, вот так вот. Вы, видимо, ещё не отошли от наркотиков или от чего. Видно, что вы ненормальны сейчас. Я никогда не принимал наркотиков. Ну, изнизу плетается. Ещё мне рассказываешь-то. Я со всеми слоями населения работаю. И не один год, а 57 лет. Ну, ладно, вам. Хорошо. Я повторяю фразу. Ну, вот, а я вам повторю. Давайте так. Лучше я помру от рака легких, чем я помру от болезни Альцгеймера. Я не буду своих близких, как бы. Так, не надо. Ясно, ясно дело. Я вот сейчас матернусь, ладно? Скажи, что ты одни на стрюльке показываешь? Сейчас ругать. Что ты? Что ты? Ругаться начнёшь, материться. Блядь. Ну, вот так. Слава Иисусу Христу. Смотрите. Я вам принёс великую и радостную весть. Что Иисус Христос умер за грехи людей и воскрес. И ныне, сегодня, Он всех зовёт. Придите, сраждущие обременённо, я успокою вас. Неправ, дед. Неправ. Неправ, да. Так если бы я сам себя рекламировал. Я говорю о Боге, о вечности, о вечной книге Библии. А что, кто для тебя Бог? Ну, пока разговариваете, вы можете сейчас посидеть спокойно-то? Он говорит, кто для вас Бог? Кто для вас Бог? Бог, тот, который сотворил небо и землю. Всё видимое и невидимое. А кто такой Иисус Христос? Иисус Христос, второе лицо Святой Троицы, Бога-человек, воплотившийся от Девы Марии, распятый за наши грехи и воскресший для нашего оправдания. Опять курить. Я прошу, не курите, пока разговариваем. Ну, отложите эту отраву. Ну, что вы раболепствуете какой-то злой вонючке? Нет, отрава, да, отрава, это отрава, очень сильно. Ну, пока разговариваем сейчас, нам не положено говорить, когда человек сам себя убивает. Ну да, а что делать? Кому ли что? То есть вас ничто не интересует? Не интересует. Ну, положите её в сторону, ты не курите. Мы поговорим, я отвечу на ваши вопросы, какие есть. Хорошо, хорошо, нет. Ну, оставайся с папиросой. Зачем же вы сюда пришли? В это место разврата. Для того, чтобы людям сообщить о великой радости, больше которой нет на земле, что за грехи людей умер Иисус Христос и всех зовёт к покаянию. Умер и воскрес. Не делами закона оправдывается человек, а благодатью Божией. Какой ты есть, такой приди и принеси покаяние. Вот почему Евангелие от Марка, 16 главе, написано, кто будет веровать и креститься, спасён будет. А кто не будет веровать, осуждён будет. То есть в аду вечно будет гореться в огне с дьяволом вместе. Если он грешен, а если он грешен, он всё равно будет в аду. Нет. Иисус умер за грех. И он говорит, приди, покайся, я тебя прощу. Всё. Но дальше обещай Богу не возвращаться на грехи. Живи для Бога. Пойди в церковь. Исповедуйся. Христа, когда распяли, прибили его. А рядом два разбойника. Один говорит, спаси себя и нас. Смеяться сначала. Другой говорит, ты Бога не боишься, мы разбойники. А он-то невиновный. Прости меня, Господи. Он говорит, сегодня же будешь со мной в раю. Вот как. То есть, ни одна религия этого не имеет, спасители. Никто. Они думают баранами спасаться. Возмездие за грех смерть. Кремлинам 6 глава 23 стих. Адам согрешил в раю, а Адам съел плод запретный. Ну что такого-то? Уже за это смерть переселилась во всех людях. Умерло больше 100 миллиардов людей. У Бога другая шкала. И поэтому жертва Христова, она достаточна, чтобы миллион этих земных шаров спасти. Он умер за грехи людей, как невинные. Агнец Божий. То есть, если человек некрещеный, то он будет в аду. Так, у вас далековато микрофон. Сделайте поближе чуть, чтобы я лучше слышал. Если человек некрещеный, то он будет в аду. Знаете, не всегда так. Бывает, человек где-то родился в государстве, где он не слышал о Боге ничего. Но сам по себе он добрый. Тогда добрые дела его приведут к Богу. Путь-то один. Вот, допустим, я показываю вам Библию. Ее писали примерно 40 человек, 1600 лет. Написано, писали святые божьи человеки, будучи движимым и духом святым. И главная книга, здесь 77 книг в переплете, 77. Самое главное считается, ну, главное, то есть, если бы одну выбрать, то выбрали бы Евангелие от Иоанна. Третья глава 16 стих гласит так. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Вот как. То есть, мы имеем спасителя Иисуса Христа. Вот я с детства, два года я уже верил, я уже знаю себя. До 23 лет у меня в руках Евангелия не было. А служил в армии, морфлоте, ракетных войсках. И в это время мне Библию дали в руки. И уже через полчаса меня никто не мог узнать. Все поняли, что я сошел с ума. А до этого блестящая характеристика. Учусь в высшем мореходном училище. Полностью перевернула. Из-за того, что Господь мне дал этот путь, а я пошел нелицемерно. Полной отдачей. Распространял книги. Насчитал 50 книг примерно в аудио, там, в 80-е годы. То он студию создал. И первый в стране архипелаг ГУЛАГ опубликовал. И государство со мной расправилось. Опять тюрем прошел, лагерь. Только в 87-м нас 210 политзаключенных освободили. Одновременно. 25 марта. Вот поэтому мы говорим, для Бога. Все. Вот если бы я не уверовал тогда, где бы я был? Вот мы строим с нуля православную деревню. Одна. А уничтожено у нас в Российской Федерации 31 тысяча сел. Тысяча. Это сел. Село – это люди. Это все есть. И мы поразговариваем с человеком, первый раз, если он докажет, что он не лжет, не пьет, не курит, не матерится, не ворует. У нас нет ни абортов, ни разводов. А расскажите мне, пожалуйста, кто такие славяне? Кто такие славяне? Кто такие славяне? Да. Ну, как все славяне? Это этнос особый. На земле 2896 наций иноречий. А одно из них относится к общей группе. Но если разбирать теперь, как так еще больше, Украина считает себя своей отдельно. Беларусь – это один народ. И поэтому жили они, как дикари, как патриарх говорит, полузвери. Но это и понятно. Сегодня, когда человек в Бога не верит, что? Вот христиан сегодня, на сегодняшний день, ну, сегодня 26 декабря 2019 года, 2 миллиарда 200 миллионов, которые себя называют христианами. А кто исполняет там кроха? Третья сотая процента одного. Но это христиане. Мусульмане. Мусульмане, у которых другая священная книга. Вот это. Их 2 миллиарда. В общей сложности неверующих, а гностиков, 8%. А на них падает 99,9% всех преступлений. Потому что сдерживающего начала нет. Жена Ульянова Владимира говорила, Надежда Константиновна, религия тире узда для масс. То есть она неверующая была, но она понимала, веры нет. Революцию не сделать. Верующий никто не пойдет грабит награбленное. Убивать не будет. Никак. И поэтому, когда революцию сделали, надо было сразу людей к Богу подводить. Тогда бы репрестий не было. 100 миллионов бы наши были. Мы еще не понимаем всей катастрофы, что безбожник указался и власти. Тиран. Пришла комсомольская правда, это известная газета. На развороте написано, если бы большевики не победили в 17-м году, нас бы, славян, здесь было 650 миллионов. Полмиллиарда какой зверь сожрал, какой змей проглотил. Полмиллиарда. А сегодня Китай до самого Байкала уже все захватил. А с юга подпирает южные народы. Потому что в среднем у мусульман на семью 8,1 ребенка. А у европейцев и русских 1,8. Что дальше-то? По миллиону каждый год убывает. А в России ежегодно 3-5 миллионов пребывало в чистом виде. Вот поэтому с Богом легко. Мне Господь позволил создать детский лагерь самостоятельно. И я начальником его фактически 48 лет. Тысячи детей подняли без помощи государства. Государство только гнобило нас. Поэтому с Богом все хорошо. Спасибо, Воспетно, было послушать. До свидания. До свидания. Если я вам потребуюсь когда-нибудь, вы в скайпе меня сразу найдете. Игнатий Лапкин. Игнатий Лапкин. А там дальше Ютуб. Ютуб называется у меня канал. Во свете Библии. У меня 18,5 тысяч роликов. Хорошо, спасибо. Храни вас Господь. Храни вас Господь. До свидания. Здоровая. Половина здесь. Тысяча примерно 50 валяется голая. Курская битва произошла под женским подолом. И процентов 90 мусульмане. Мусульманское. Самое развратное. Все сюда сбрилось. Ни о чем дела нет. Только одно. Где сблудить. Нажрался. Мне 81 год. А я сижу всегда. Эти гляжу лежат. И все пьют и пьют что-то. Я говорю, а зачем пьете-то перед экраном? Ну, пить охота. А почему мне не охота? Я говорю, я вел занятия в пяти университетах. Пара часов. Я не позволю стакан воды поставить на кафедру. Это неприлично. Вы хотите погасить блудный огонь? Гиенский огонь? Не удастся. Стоп, стоп, стоп. Хорош. Сейчас-то я с утра не готов. Только он преснил. Продолжение следует.